10.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Доброе утро. В эти минуты в Казахстане идет досрочное единое национальное тестирование на платной основе. Оно продолжится до 20 января. Тысячи выпускников и студентов сдают главный экзамен страны. Затем, как идет тестирование в Астане, следит моя коллега Ирина Панфилова. Ирина, сильно переживают ребята и их родители? Доброе утро, Арстан. Честно говоря, не могу сказать пока как, кто переживает. Но я думаю, что очень переживают, потому что вот стою в коридоре, здесь практически никого нет. Отсюда мало кого запустили. Ну и за рамку металлоискателя не пускают вообще никого посторонних. Там зеленый свет только для абитуриентов и для наблюдателей, тем, кто следит за тем, как будет проходить экзамен, чтобы не было никаких нарушений, чтобы никто не списывал и так далее. Вообще, знаете, главный школьный экзамен идет уже час. И в январе тестирование напишут по Казахстану больше 35 тысяч человек. В основном это выпускники школ, учащиеся 11-х и 12-х классов. Кроме того, ребята, которые сдавали ЕНТ в прошлом году, но не набрали нужный балл, как минимальный пороговый уровень они не смогли пройти, и поэтому их зачислили, так сказать, условно в ВУЗ. Вот сегодня у них появится возможность поступить туда. И также еще здесь те ребята, которые учатся на творческих специальностях, но по каким-либо причинам решили освоить другую профессию. Сейчас, Растан, рядом со мной находится Алия Бекенова. Она руководитель филиала Национального центра тестирования. И она знает о том, были ли нарушения. Расскажите, вот как происходил этот процесс, когда запускали абитуриентов. Добрый день. Во время запуска нарушений никаких не было. То есть ребята оказались очень дисциплинированными. Вы пришли все вовремя, и поэтому запуск не завершили вовремя. И тестирование начали также вовремя. Телефоны, не знаю, там, шпаргалки, что-то забирали? При запуске, да, изымали. Много было таких фактов? Да нет, не особо. Ну а расскажите, вот в этом году какие-то особые требования есть к единому национальному тестированию, или все как прежде осталось? Формат ЕНТ остался прежним. Также сдают 5 предметов, отвечают на 120 вопросов. И максимальный балл, который могут набрать ребята, это 140 баллов. Проходной балл для поступления на платной основе 50. Спасибо большое. А я напомню, что в этом году в Казахстане будут ребята 4 раза сдавать ЕНТ. И те, кто хорошо сдаст январьский экзамен, они смогут уже поступить в ВУЗ, но пока платно. На этом у меня все, Растан. Спасибо, Ирина. Напомню о том, как проходит досрочное единое национальное тестирование на платной основе в Астане. Нас информирует Ирина Панфилова. Напомню, стоимость экзамена составляет 2242 тенге, причем заявок проходит с 1 по 15 декабря. За этот период в Центр национальное тестирование поступило свыше 35 тысяч заявлений. Из них почти 29 тысяч учащихся 11-12 классов. И больше 3000 студентов, условно зачисленные в ВУЗы, которые завершают первый семестр учебы. Для школьников это возможность проверки знаний перед основным ЕНТ. А для выпускников, которые не смогли пройти тестирование ранее, это второй шанс быть официально зачисленными в университет и продолжить обучение. Если же студент получит ниже 50 баллов, его отчислят из ВУЗа. Выпускники школ, успешно сдавшие тест, получат сертификат, с которым могут быть зачислены высшие учебные заведения на платной основе. Абитуриентам, претендующим на гранты, придется сдавать основное ЕНТ, которое пройдет в июне. Первое, как его называют теперь зимнее ЕНТ, проходит и в Алматы. Владимир Бовкис сейчас присоединяется к нам. Владимир, как проходит ЕНТ у вас? Доброе утро, Арестан. Сначала немного о новшестве этого года. Впервые выпускники школ могут сдавать 4 раза в год испытания в январе, марте, июне и августе. В Алматы сегодня проходит первый день январского ЕНТ. А вообще тестирование продлится 2 дня. Сегодня заявка на участие в ЕНТ подтвердили 3462 учащихся 11 и 12 классов школ города. По итогам тестирования они получат сертификаты, но эти сертификаты, как уже было сказано, дают возможность на обучение в вузах на платной основе. А право на гранты только традиционно ЕНТ. Впрочем, более подробно об особенностях этого года расскажет моя собеседница, руководитель филиала Национального центра тестирования при Университете международного бизнеса Ботогос Сарварова. Здравствуйте, Ботогос. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а кто сдал ЕНТ в январе, могут претендовать на остальные испытания в рамках ЕНТ? Все выпускники могут участвовать во всех четырех ЕНТ. Во всех четырех ЕНТ. Все выпускники? Да. Скажите, а если абитуриент завалил все четыре экзамена, какие у него есть возможности реабилитации или вообще нет шансов? Нет, почему. Абитуриента условно зачисляют в университет на один семестр, после чего он должен будет обязательно сдать ЕНТ и получить сертификат. И еще один вопрос, Ботогос, в этом году вводится новая норма, согласно которой от ЕНТ освобождается по определенному предмету. Скажите, какая категория абитуриентов освобождается? Это лица, которые имеющие подтверждающие сертификаты о знании и овладении английского языка, не будут сдавать английский язык ЕНТ. Ботогос, большое спасибо вам за разъяснение. Ну а я лишь добавлю, что форма ЕНТ остается такой же, как и в 2018 году. Абитуриенты сдают три обязательных экзамена. Это история Казахстана, математическая грамотность, а также грамотность предмет знания чтения. И кроме этого, существует два профильных предмета по выбору абитуриентов. К этому моменту у меня вся информация. Арестан. Спасибо. Напомню, Владимир Бовкис нас также информирует о том, как проходит единое национальное тестирование в Алматы. Решить жилищные проблемы, возможно, смогут все педагоги страны. На местах их должны будут обеспечивать служебным жильем, а также для учителей разработают ипотечные кредиты на льготных условиях. Все это прописано в законопроекте о статусе педагога, который уже в ближайшие месяцы может поступить на рассмотрение в парламент. Какие еще новшества в нем предусмотрены, расскажет Индира Тикжанова. Бесконечные реформы, к которым нужно привыкать чуть ли не ежегодно. Заполнение планов, табелей и прочих документов. Теперь еще и электронное. Еще обновленное содержание образования, требование учить английский язык, подготовка детей к Олимпиаде. Вот так примерно выглядит сейчас работа казахстанского учителя. Привлекательна ли она? Вопрос сложный. Не секрет, чтобы образовательные реформы внедрялись успешно, нужны сильные кадры. Однако удержать опытных учителей при существующем раскладе непросто. Именно поэтому в новом законе предусмотрено едва ли не все для того, чтобы профессия педагога обрела новый статус. В первую очередь она станет более высокоплачиваемой. К тем надбавкам, которые поэтапно внедрялись и ранее, предусмотрен внушительный соцпакет. Это двойное увеличение оздоровительных пособий и другие льготы, среди которых и более ранний выход на пенсию. Чтобы наши дети в обществе были счастливыми, их должны обучать, прежде всего, счастливые учителя. Поэтому поднятие статуса педагога – это очень важно. И поэтому многие моменты в этом законе меня особенно радуют. Если учитель наработал стаж уже 30 лет, может выходить уже на пенсию. Потому что, сами понимаете, работа учителя довольно-таки сложная. И поэтому многие учителя уже, можно сказать, выгорают только к этому моменту. И вот необходимость как раз своевременного ухода на пенсию. Устроить собственного ребенка в детский сад учителя смогут на льготных условиях. Это тоже прописано в проекте закона. Но самое главное, что больше всего радует педагогов – возможность обзавестись не только служебным, но и собственным жильем. Профсоюз образования предложил такую норму, и все члены рабочей группы нас поддержали, что педагог может претендовать на получение по ипотеке жилья с низкой процентной ставкой и без первоначального взноса. То есть вот те программы, которые на сегодня существуют, они не подъемны для педагога. То, что заложено в законопроекте, оно будет касаться всех педагогов. Будь он работником детской организации образования, будь он работником технического и профессионального образования. Одними из самых низкооплачиваемых работников на рынке труда являются воспитатели и нянечки в детсадах. Как результат, из дошкольных учреждений за 2016-2017 годы уволились порядка 36 тысяч человек, почти треть сотрудников. Такие данные приводит отраслевой профсоюз. С этого года зарплата воспитателями-няням будет повышена от 30 до 50% в зависимости от сдачи квалификационного теста. Но сами педагоги признают, что проблему текучести кадров в образовании одними только финансовыми вложениями не решить. Здесь нужен комплексный подход. То, что большая текучка кадров, проблемы сейчас в университетах с контингентом, набором, снижается конкурс. Притом государство ведь дает гранты. То есть государство со своей стороны делает сейчас все возможное, чтобы поднять этот статус. Но где упущение? Я вижу, что упущение прежде всего в том, что мы перестали уделять внимание отбору детей, склонных к педагогической деятельности. Это система человек-человек. Одни к технике, другие к математике, третьи к танцам, вокалу. Это тоже профиль. А с детьми кто будет работать? И вот надо наряду с тем, что у нас сейчас и кадетские классы возникают, и классы физико-математические, каких только нет. Но надо профиль делать и такой педагогический. Помимо учителей, воспитателей детсадов, возможность повысить профессиональный статус, а вместе с ними зарплату получат и вожатые. В этом году они впервые вместе со всеми смогут принять участие в национальном квалификационном тестировании. Так что в казахстанских школах в обозримом будущем могут появиться педагоги-наставники и даже учителя-исследователи, которые вплотную будут работать с досугом и воспитанием детей. К слову, законодательные новеллы включают в себя и штрафы за несоблюдение некоторых норм в отношении педагогов. К примеру, за унижение чести и достоинства работников сферы образования предлагается ввести штраф в размере 12,5 тысяч тенге. А за привлечение учителя к работе, которая напрямую не связана с его профессиональной деятельностью, с нарушителя могут потребовать более 25 тысяч. Также штрафы, как ожидается, будут взиматься за необоснованное вмешательство в работу педагогов и за требования от учителей отчетов, которые не предусмотрены действующим законодательством. Рассматривать дела об этих административных правонарушениях будет уполномоченный орган в области образования. А я напомню, что прописанные в законопроекте нормы еще обсуждаются экспертами Министерства образования, директорами школы и учителями. Как нам сообщила член рабочей группы Айжан Шаяхметова, полное согласование документа ожидается ближе к лету. По ее словам, профессия педагога станет более привлекательной для молодежи. Процесс профессионального выгорания или эмоционального выгорания, это, конечно, очень серьезный вопрос. И поэтому регулировать режим отдыха и труда как педагогов, так и обучающихся, конечно, нужно. В проекте закона о статусе педагога прописано, что регулирование вопросов труда и отдыха обучающихся и педагогов является прерогативой Уполномоченного в области образования органа, то есть Министерства образования и науки Республики Казахстан. Здесь также следует сказать о том, что наряду с законом о статусе педагога готовится сопутствующий закон о снижении нагрузки на педагогов и обучающихся. И поэтому вполне возможно при уменьшении этой недельной нагрузки переход на пятидневный режим работы. Тем временем, больше двух лет назад казахстанские школы перешли на электронные журналы «Кюнделек». Сегодня к системе подключены около 6000 школ. Насколько безопасна информационная платформа и пользуются ли ей ученики, родители и педагоги, выясняла Сабина Балашкина. Больше двух лет назад на смену бумажным классным журналам пришли электронные. Здесь можно следить за успеваемостью ребенка, а также узнавать, что задавали ему на дом. Но помимо этого на портале можно найти и персональные данные учеников. Начиная от даты поступления в школу, вплоть до адреса проживания. Есть здесь и информация о родителях, что, по мнению специалистов, несет определенные риски. Этими сведениями может воспользоваться то угодно. После проведения своего независимого аудита мы обнаружили ряд уязвимостей, направили письмо в Министерство образования и науки Республики Казахстан, но, к сожалению, на данный момент ответы мы от них еще не получили. Есть какие-то первоначальные входные данные для злоумышленника. То есть, используя уязвимости, он может зайти в систему и определить какое-то дальнейшее развитие атаки, которое может привести уже к более, может быть, каким-то последствиям тяжелым. Электронными дневниками пользуются более чем в 80 столичных школах. Учителя говорят о преимуществах, а родители больше о недостатках. Многие не видят в них надобности. Системой «Кондюлик» я не пользуюсь. Всю информацию мы получаем от классного руководителя. В принципе, этого достаточно. Пока не зарегистрировался, ну как, не заходила туда. А так, я знаю, что у дочери есть. Она приносит мне так, говорит, что оценки какие. Ну, я думаю, в основном этим никто не пользуется. Я так думаю. Ну, считаю, что с родителями разговариваем, никто этим не пользуется. Во-первых, здесь можно мобильно поставить в известность, как родители, так и учащихся, об их успеваемости. Родители, находясь в любой точке, могут получить мгновенное сообщение, потому что есть такая функция в «Кондюлике», комментарии учителя, а значит, сразу поступает смс-сообщением в телефон родителя. Сразу настораживает, если этот комментарий отрицательный, и плюс положительные эмоции в случае, если комментарий положительный. Зайти в «Кондюлик» можно как через мобильное приложение, так и через стационарный компьютер. В первом случае, чтобы следить за успеваемостью ребенка, родителю придется заплатить 300 тенге в месяц или 2700 за год. Для пользователей компьютерной версии сервис «Кондюлик» пока остается бесплатным. Сабина Балашкина, Жандос Битабаров, Хабар-24, Астана. Самые современные технологии обучения студентов и школьников представлены сегодня в Сеуле. Там открылась 16-я корейская образовательная выставка. Свою продукцию представители больше 220 участников со всего мира. Среди них компании, которые выпускают для малышей игрушки, развивающие навыки робототехники. Обучаться по такой программе можно с 4-летнего возраста. Также разработан сервис, который обучает будущих программистов кодированию. Сегодня по ней учатся школьники в 160 странах мира. На выставке представлена виртуальная спортивная комната. В ней преподаватели физкультуры заменят виртуальный тренер. Программа позволяет в небольшом помещении заниматься некоторыми видами спорта, которые развивают меткость и ловкость. А для будущих художников и дизайнеров разработаны специальные планшеты и ручки. Рисунки, написанные таким пером, автоматически сохраняются в цифровом формате. Основные посетители выставки – это представители южнокорейских школ и вузов. В Министерстве образования и науки страны считают, что без внедрения новых технологий в учебный процесс невозможно подготовить конкурентоспособные кадры. Сейчас во всем мире говорят о четвертой промышленной революции, которая поведет мировое общество в будущее. Я думаю, что уже пришло время для изменения подходов в воспитании кадров. Поэтому проводимая выставка имеет важный смысл. Общество быстро развивается с помощью технологий искусственного интеллекта и интернета вещей, что предполагает сильные изменения системы образования. И настало время создать условия для такого образования. Счастливое будущее бразильской молодежи кажется под большим вопросом. Родители и общественные активисты требуют от властей немедленной образовательной реформы. По мнению несогласных, уровень образования в стране крайне низок. Не хватает не только учебников, но и самих школ, особенно в бедных районах. Однако местные чиновники лишь отмахиваются от претензий, заявляя, что на сегодня в стране есть более существенные проблемы. Как же быть бразильским подросткам и их родителям, расскажет Анна Орлова. По официальным данным, предоставленными районными муниципалитетами, уровень образования в стране не совсем близок к критической черте. В международном масштабе бразильские подростки имеют все необходимое для хорошей учебы. Однако общественные активисты смотрят глубже. Если школы Бразилии сравнивают с уровнем классов, к примеру, Зимбабве или Уганды, латинский континент явно наголову выше. Однако знания, получаемые в Европе, никак не сравнить с бразильской системой. Лишь по поверхностному анализу учебная программа страны отстает от мировой на 15 лет. Мне нравится делать уроки с моим папой. Он учился по этим же учебникам, поэтому многое он помнит и помогает мне. Они немного потрепанные, страница в некоторых учебниках вырвана, но других нам не выдают. Смотрим в интернете, что где-то уже с планшетами на уроках сидят. У нас такого нет. Однако, по заявлениям активистов, в некоторых школах получить старый учебник уже большая удача. В бедных районах одна книга может выдаваться на троих детей. Да и попасть в школу в бедных кварталах практически нереально. Она либо находится далеко, либо у местных попросту нет денег для покупки ребенку канцелярских принадлежностей. Те же, кто сумел сесть за парту в детстве, как правило, к 13 годам ее бросают. По неофициальным данным, из 10 бразильских подростков ежегодно аттестат получают лишь трое. Уходя из школ, бразильские подростки получают суровое и жестокое уличное образование. Дети становятся карманными воришками, вооруженными грабителями и даже убийцами. По данным полиции, 76% малолетних преступников встали на скользкую дорожку сразу из-за парты. Поэтому общественные активисты просят подключиться к образовательному вопросу не только чиновников, но и полицию, чтобы те сумели вернуть в школу сложных подростков, пока не поздно. Мы, учителя, первыми и подняли этот шум. Педагоги Бразилии, Рио, Санта-Катарины, мы пытаемся объединиться и достучаться до верхов. Для нас уже норма, что в начале года у тебя 25 учеников, в конце 15. Это же все дети наше будущее, и все они растут недоучками, получившие какие-то поверхностные знания. Чему они научат своих детей, когда вырастут, и есть ли будущее у страны? Тысячи педагогов уже собирают подписи под официальным письмом на имя первых лиц государства. Местные чиновники сферу образования пока лишь поставили в очередь для решения проблем. В приоритете сейчас ремонт дорог и транспорт. Учеба детей позже. Единственный выход для бразильцев – это частные школы, где обучение отвечает требованиям времени. Однако доступ в такие заведения имеют дети далеко не всех бразильцев. На пути к такому образованию очень остро встает все тот же финансовый вопрос. Анна Орлова, Дмитрий Лукша и Эрбит Рейс для Хабар-24 Бразилия. Школьники и студенты присоединились к акциям протеста учителей, возмущенных реформой системы приема на работу госслужащих. Акция солидарности вылилась в стычки с полицией неподалеку от здания греческого парламента в Афинах. Манифестанты попытались прорваться к зданию. В ответ полицейские применили слезоточивый газ. Отмечу, эта демонстрация третья за неделю. Протестующие выступают против законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении депутатов. Они считают, что документ ущемляет права педагогов. Учителей поддержал ведущий профсоюз госслужащих Греции. По их словам, если порядок приема на работу будет изменен, основное внимание будет уделяться уровню образования, а не опыту. Более того, профсоюзы требуют больше постоянных контрактов для учителей государственных школ, так как большинство из них трудятся по временным соглашениям. Законопроект останется на бумаге, потому что он обесценивает наши университетские дипломы. Принять его значит выбросить на помойку наш многолетний опыт, добытый трудом и лишениями. 205 тысяч учителей в минувшем году получили повышенную зарплату в Казахстане. Рост должностного оклада составил 30%. Когда ожидается очередное повышение зарплаты и сколько зарабатывают коллеги из постсоветских стран? Об этом нам готовы рассказать наш экономический обозреватель Гульнара Хасан. Спасибо, Арстан. Доброе утро всем, кто включил канал Хабар-24. Не только о зарплате, но и о других новостях экономики поговорим в ближайшие 5 минут. В эфире Деловые новости. С 1 сентября этого года увеличение окладов коснется 90 тысяч казахстанских педагогов. По поручению президента Нурсултана Назарбаева будет увеличена зарплата воспитателей, методистов, заведующих детскими садами. Предусмотрен рост окладов директоров школ и их заместителей. На сегодня казахстанские учителя в среднем получают 311 долларов или 117,5 тысяч тенге. Это ниже, чем в России, но больше, чем в других странах Центральной Азии. Самый высокий заработок учителей из всех постсоветских стран у Эстонии. Здесь в среднем преподаватели получают порядка полутора тысяч долларов. Около тысячи – учителя Литвы и Латвии. 512 долларов – средний оклад учителя в России. Такие данные приводит информационный портал «Настоящее время Азия» со ссылкой на статистические ведомства государств. Около 300 долларов зарабатывают учителя Молдовы и Беларуси. В Украине зарплата оказалась выше, чем в Грузии, Армении и Азербайджане. Скромнее оклады педагогов Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Порядка 50-60 тысяч тенге. Отмечу в исследовании, не приведены данные по Туркменистану. К другим темам. Сельхозпроизводство в Казахстане возросло почти на 3,5% в минувшем году. Объем валового выпуска продукции и услуг сельского, лесного и рыбного хозяйства составил 4,4 трлн тенге. Об этом сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики. Более 2 трлн тенге пришлось на объемы выпуска животноводства. Рост почти 4%. В этом году казахстанские фермеры поставили рекорд по экспортным поставкам говядины. На 21 декабря минувшего года экспорт говядины составил 18 800 тонн, при плане 15 000 тонн. Для сравнения, в 2017 году эти показатели были в три раза ниже. На 3% возросли объемы и растеневодство, составив 2 трлн 300 млрд тенге. В прошедшем маркетинговом году Казахстан поставил на мировой рынок 9 млн тонн зерна и муки. Ожидается, что в этом году экспортируют около 8 млн тонн. Однако показатели экспорта по сельхозпродукции могли быть еще выше. Казахстан снизил поставки картофеля на внешний рынок. Если в 2017 году в Узбекистан и Россию было отправлено 270 тысяч тонн картофеля, то в прошлом году 180 тысяч тонн. При этом отечественные картофелеводы готовы отправить на экспорт еще 110 тысяч тонн прошлогоднего урожая. Об этом сообщил председатель Союза картофелеводов Казахстана Кайрат Бесетаев. По его словам, отечественные хозяйства на сегодня полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка. Объемы урожая увеличиваются из года в год. В 2018 году было собрано 850 тысяч тонн картофеля. Половина всего объема хранится на складах. Спрос на казахстанскую агрокультуру в Узбекистане упал из-за роста собственного производства. Для роста поставок в Россию необходимо наладить работу с крупными торговыми сетями, отметил Кайрат Бесетаев. Снижение поставок картофеля в Россию связано с сокращением продаж на базарах. Почти весь товар реализуется через торгово-розничные сети. Это совсем другая сфера торговых отношений. Назрела необходимость в компаниях, которые будут работать с торговыми сетями, обеспечат логистику и ритмичные поставки. Это требует работы уже высокопрофессиональных менеджеров. И это определенный сигнал для бизнеса. Новый аэропорт, стадионы, музеи, театры и элитные ЖК построят в Туркестане. Объекты городу подарят регионы и крупные бизнесмены. Об этом стало известно на рабочем совещании в Туркестане. Сейчас с участием бизнеса идет строительство 88 жилых домов. Здание музея Хаджахмеда Исави уже строит фонд Самрук Казына. Запланировано и возведение аэропорта. В марте начнется строительство площади Астана по заказу Акимата столицы. Актюбинская область возведет культурные объекты на территории заповедника музея Хазрет Султан. Восточно-казахстанская область построит музыкальный фонтан. Североказахстанская – областную спортивную школу Олимпийского резерва. В городе, благодаря остальным регионам страны, появится восточная баня, амфитеатр, здание медиа-центра, научная библиотека, дворец молодежи, здание областной ассамблеи народа Казахстана и даже музей под открытым небом. Его Туркестану подарит Атравская область. И в завершении выпуска информация с казахстанской фондовой биржи. По итогам минувших торгов доллар подешевел на 1 тенге – 4 тин. Официальный курс Национального банка составил 376 тенге – 6 тин. В обменниках иностранную валюту можно приобрести за 379 тенге. К этой минуте у меня вся информация. Арстан, передаю слово. Спасибо. С деловыми новостями нас ознакомила Гульнара Хасан. Казахстан увеличит экспорт бензина в Кыргызстан. Стороны сейчас на финальной стадии подготовки двустороннего соглашения. Таким образом, у соседей появится бензиновая альтернатива, потому что сейчас они полностью зависимы от российских нефтеперерабатывающих заводов. В бензобак любого автомобиля очень восприимчив к качеству топлива. Чем хуже горючее, которое мы сюда заливаем, тем больше шансов, что мы нанесем вред транспортному средству. Но есть еще одно условие, за которым очень внимательно следят автовладельцы. Это стоимость бензина и солярки. Согласно статистическим данным, минувший год для цен на бензин в Кыргызстане был не самым лучшим. Начиная с января и до самой глубокой осени, стоимость основных видов топлива неуклонно ползла вверх. Причины разные. Сезонный фактор, общемировой рост цен на нефть, инфляция. Но при этом цены поднимались постепенно, и автовладельцы понемногу привыкли к тому, что топливо дорожает. Рост составил в целом на горюче-смазочные материалы 10,7%. При этом наиболее возросли цены на дизельное топливо, это на 18,5%. Большая часть горюче-смазочных материалов заводится в Кыргызстан из России и Казахстана. Но если россияне поставляют бензин без торговых пошлин, то казахстанское горючее облагается налогами. Отсюда и цифры. В прошлом году в Кыргызстан из России ввезено 411 тысяч тонн бензина, а из Казахстана всего 73. Ситуация может измениться после правительственных переговоров о беспошлинных поставках в Кыргызстан казахстанских ГСМ. Казахстан в прошлом году модернизировал свои нефтеперерабатывающие заводы, и у них с прошлого года впервые появился профицит. То есть у них есть излишек, которые они готовы нам продать. Появится конкуренция во-первых. Во-вторых, Казахстан у нас ближайший сосед. Здесь стоимость доставки намного дешевле по сравнению с Российской Федерацией. Сейчас профильные ведомства Кыргызстана на финальной стадии обсуждения условий поставок казахстанского топлива. Речь пока идет только о бензине. Предварительный объем и продаж – 200 тысяч тонн в год. Бакет Чермашев. Специально для Хабар-24. Бишкек. Кыргызстан. Гостинг – новый термин, означающий игнорирование того или иного человека. Откуда он появился и что предвещает его развитие? Оно уже как вирус распространяется по всему миру. Об этом и не только в программе «Между строк». Администрация Дональда Трампа удвоила оценку стоимости шатдауна для экономики США. Обозреватель CNBC Стив Лисман передает. Первоначально сообщалось, что частичный шатдаун будет сокращать рост ВВП на 0,1% каждые две недели. Теперь это значение удваивается. Представитель администрации заявил, что если ситуация не изменится до конца этого месяца, рост ВВП сократится в половину, а по итогам первого квартала может оказаться в негативной зоне. В декабре, в преддверии остановки работы правительства, американские банки, защищая свои оптимистичные прогнозы, предсказали – шатдаун едва ли окажет негативное влияние на экономику США. Однако теперь, когда он длится уже четвертую неделю, экономисты и эксперты переосмысливают масштабы последствий. Цитата. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Президент Колумбии назвал произошедшее террористическим актом и потребовал наказать всех виновных. Глава государства, находившийся с официальным визитом на западе страны, принял решение незамедлительно вернуться в столицу, чтобы лично контролировать полицейскую операцию. Это атака не только против молодежи и полиции нашей страны. Это нападение на все колумбийское общество. Данный террористический акт, который не поддается никаким объяснениям, не останется безнаказанным. Конвой спецпосланник Организации Объединенных Наций Патрика Кемерта встреляли в еменском портовом городе Ходейда. Никто из представителей организации не пострадал. По данным ряда СМИ, за нападением стоят повстанцы Хуситы. Однако в ООН сообщили, что еще не определили виновных. К данному часу известно лишь то, что нападавшие открыли огонь в момент, когда конвой покидал встречу с представителями еменской власти. Напомню, Патрик Кемерт прибыл в страну 22 декабря. Он возглавил комитет по наблюдению за выводом войск повстанцев из Ходейды в рамках соглашения о перемирии заключенного под эгидой ООН. Жители провинции Санта-Фе в Аргентине борются с сильным наводнением, затопившим северную часть страны. По последним данным, в регионе эвакуировано более 3,5 тысяч жителей. Местные власти пытаются откачивать воду с улиц. Горожане уже подсчитывают понесенные убытки и просят власти оказать финансовую помощь региону, так как в результате стихии затопило около 300 тысяч гектаров сельхозугодий. Европа. Вот уже вторую неделю страдает от лавин. В горах Австрии выпало до 7 метров снега. По сообщениям Reuters, снежная масса ударила с такой силой, что вынесла окна и двери местного отеля и заполнила помещение ресторана до самого потолка. Постояльцы, в основном лыжники и здания, не пострадали. Их благополучно эвакуировали. Тем временем тысячи людей, в том числе туристы, остаются заблокированными в курортных районах. Худшая ситуация в Зальцбурге. Там отрезанными от окружающего мира остается 41 тысяча человек. А в Швейцарии подрывники принудительно спускают снег со склонов. По словам минеров, население заранее предупреждает об опасности и рекомендует спуститься в подвал и плотно закрыть окна. Однако не обошлось и без ЧП. Снежная масса накрыла двух патрульных. Один из них погиб. По отмечу, 22 января в Давосе должно начаться ежегодное заседание Всемирного экономического форума. По меньшей мере, пять человек погибли в американском штате Калифорния из-за сильнейшего шторма. Шквальный ветер, скорость которого достигает 112 км в час и обильные осадки, представляют повышенную опасность в регионе, который и так значительно пострадал от летних и осенних пожаров. В округе Лос-Анджелеса из-за селевых потоков перекрыты некоторые участки дорог. Прибрежные населенные пункты затоплены. Сейчас жители строят баррикады из мешков с песком. В горах все еще сохраняется угроза схода оползней. Прогнозы синоптиков неутешительны. Ожидается, что осадки в регионе в ближайший день не прекратятся. Египетская столица и ряд городов оказались во власти мощной песчаной бури. Шторм сопровождается сильным ветром, пешеходы не снимают масок. Движение на дорогах затруднено. Стихия заставила местные власти закрыть два порта на Красном море. Шторм также стал причиной задержки авиарейсов в столичном аэропорту. Министерство здравоохранения просит жителей не покидать свои дома. В Судане по меньшей мере два человека погибли, один из которых ребенок в результате последних протестов в столице Хартуми. Волна столкновений с представителями правопорядка прошлась и в других трех крупных городах страны. В Касселе правоохранители применили слезоточивый газ против протестующих. Информация о пострадавших оттуда пока не поступала. Напомню, массовые беспорядки по всему Судану продолжаются с конца декабря. Недовольства граждан вызваны ростом цены и ухудшающейся экономической ситуации. Сейчас манифестанты требуют отставки президента страны Омара Альбашира, возглавляющего государство на протяжении трех десятков лет. Всего в ходе столкновения с полицией погибли по меньшей мере 24 человека. Вернемся в Казахстан. К чрезвычайным происшествиям казахстанец пытался незаконно провести через границу медикаменты китайского производства, а на западе страны задержали организованную преступную группу, которая занималась незаконным сбытом осетровых и икры. Все подробности прямо сейчас. Жительница Алматы спрыгнула с надземного перехода прямо на проезжую часть. Видео произошедшего опубликовали очевидцы. По их словам, инцидент произошел на улице Мамышулы возле проспекта Раимбека. В результате полученных травм женщина скончалась. В подразделении пограничного контроля Международного центра «Харгос» задержали 21-летнего казахстанца. Как сообщается на сайте погранслужбы, парень пытался незаконным путем провести через границу на территорию нашей страны четыре коробки медикаментов китайского производства общим весом 68,5 килограммов. Задержанный груз передан сотрудникам таможенного поста «Алтынколь». Проводится разбирательство. Владелец изъятого будет привлечен к административной ответственности. Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Западно-Казахстанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась незаконным приобретением, хранением, сбытом и перевозкой осетровых и икры на территории области. В результате проведенных санкционированных мероприятий изъято свыше двух тонн рыбы, 113 килограммов икры и другие вещественные доказательства. Сейчас проводится досудебное расследование. В Петропавловске горячей водой затопило подвал еще не сданной в эксплуатацию новостройки. ЧП произошло в микрорайоне Жас-Уркен. Кипятком залило тротуар и прилегающую территорию многоэтажки, построенную по программе «Нурлы-Жер». Специалисты выяснили, что кто-то повредил задвижку дренажного колодца. Это и стало причиной потопа. К слову, тепломагистраль к этому дому подвели меньше месяца назад. В Таразе полицейские по горячим следам задержали автоугонщика. Сообщение о краже на пульт 102 поступило в половину десятого вечера. С помощью видеокамер зафиксировали все передвижения автомобиля. Патрульный экипаж выехал незамедлительно и остановил машину. Оказалось, что угон совершил ранее судимый 28-летний житель Тараза. Автомобиль возвращен владельцу. В Караганде прямо на перекрестке перевернулся КАМАЗ с углем. По предварительной версии водитель не справился с управлением и, груженный твердым топливом автомобиля, прокинулся. В происшествии никто не пострадал. Однако водителю грозит штраф порядка 38 тысяч тенге. Он проехал на запрещающий сигнал светофора, сообщили в пресс-службе департамента полиции. Сейчас время для обзора прессы. Моя коллега Ботагос Базарбаева подготовила очередную порцию интересных статьй, опубликованных на страницах региональных изданий. Ботагос, о чем расскажешь сейчас? Спасибо, Арстан. Да, о газетных материалах очень много интересного и полезного. О нескольких темах через пару секунд. Проект строительства грибного канала в Павлодаре разделил горожан на два лаберя, сообщает «Казахстанская правда». В центре противостояния 5 тысяч деревьев и кустарников, которые необходимо срубить, чтобы построить новый спортивный объект. Речь идет о большой спортивной зоне, которая может появиться по имени Иртыша в одном из его притоков в речке Усолки. Местное управление спорта считает, что база просто необходима, чтобы развивать в регионе такие перспективные виды спорта, как дуатлон, триатлон, академическую гриблю и проводить соревнования международного масштаба. Противники проекта приводят свои аргументы. Основной из них – это разрушение экосистемы в случае вырубки деревьев. Да, проект хорош тем, что он малозатратный. Но все мы знаем, дешево и быстро потом обходится очень дорого. Следует еще раз хорошо все проанализировать. Выгорчевывание 5 тысяч деревьев на особо охраняемой территории запрещено законом. При этом триатлонные трассы будут пролегать по болотистой местности. Давайте создадим специальный комитет и найдем другое место. Я много лет занимаюсь изучением именно русел, именно развитием руслового рельефа. И могу ответственно заявить, устойчивым этот проект не будет. Что и насколько подешевело в Ахтубе с Нового года? Таким вопросом задались корреспонденты местной Ахтубе Таймс. Как выяснилось, 1 января в регионе снизили тарифы на газ, холодную воду и услуги водоотведения. Отопление с горячей водой. Также дешевле обойдутся Ахтубинцам электроэнергия, услуги КСК, вывоза твердых бытовых отходов, услуги домофона и стоимость угля. С продавцами угля власти заключили меморандумы. В результате с 1 декабря снизили цены на уголь с разреза шубаркуль на 2,5, а с разреза хоражера на 1 тысячу тинге. Причина падения цен заключается в снижении стоимости стратегически важных для коммунальщиков ресурсов, электроэнергии и товарного газа. Когда стало известно о снижении стоимости электроэнергии и газа, монополисты добровольно понизили тарифы. Это предусмотрено... Общественный транспорт Ахтау не приспособлен для передвижения людей с ограниченными возможностями. Об этом пишет газета «Огни Мангистау». Это выяснилось при проведении рейда в рамках проекта «Будущее без барьеров». Автобусы должны быть оснащены подъемником либо системой, позволяющей въехать в салон на коляске. Должны быть места для колясок с фиксаторами и ремнями, должны быть световые, звуковые табло и кнопка вызова. Все эти условия не соблюдаются во всех 68 автобусах на шести городских маршрутах. Законодательно предусмотренные требования на общественном транспорте города Ахтау не выполняются. На сегодняшний день есть законодательство об общественном транспорте, правила по перевозке пассажиров, Включая людей с инвалидностью, 25-я статья закона Республики Казахстан о социальной защите инвалидов требует обеспечения доступа маломобильным группам населения к транспортной инфраструктуре. Несмотря на то, что все это законодательно предусмотрено и есть ответственность за нарушение требований, общественный транспорт областного центра не готов для перевозки людей с ограниченными возможностями. В отделе ЖКХ между тем корреспондентов издания заверили, что летом для Ахтаусских маршрутов будут приобретать 20 новых электробусов, где предусмотрены все необходимые условия для перевозок. На этом у меня пока все. Всем удачного рабочего дня. Арстан, слава вам. Спасибо. ПТГС Базарбаева была с обзором региональной прессы. Сейчас время хороших новостей спорта. Столичный Борис обыграл уфимский Салават Юлаев в матче континентальной хоккейной лиги и обеспечил себе выход в плей-офф. Матч прошел в Астане, а победитель определился только в овертайме. Все три периода команды не могли открыть счет и только лишь в добавленные пять минут ворота гостей поразил канадский форвард Патрис Кормье. Эта победа над уфимской командой стала первой для астанчан в этом сезоне. Добавлю, что накануне игры в расположение клуба вернулся вратарь Сергей Кудрявцев. А вот его коллега Доминик Гроховина покинул расположение команды и отправился поправлять здоровье. Поэтому в ближайшее время его не стоит ждать на льду. Игра сложилась очень удачно. Играли бы на оборону. Соль моментов было. Наш братарь Карли подвуручал нас сегодня очень много. Благодаря ему, я считаю, это победа. Эта игра завершила первую домашнюю серию Нового года. На послематчевой пресс-конференции главный тренер Барсов Андрей Скобелко поблагодарил всех болельщиков за ту энергию, которую они дарят команде во время игры. В следующий матч Барыс сыграет в Магнитогорске с местным металлургом. Игра пройдет 22 января. В целом в регулярном чемпионате останчане проведут еще 13 игр. В последних трех-четырех игр болельщики становятся нашим шестым игроком. Если поначалу сезона немного не было той активности у болельщиков, спасибо, все приходили. Но то, что последние игры, мы это ощущаем. Поэтому я хочу поблагодарить болельщиков за такую поддержку, за то, что дают энергию команде. В Ак-Тубе инвалиды по зрению осваивают игру шоу-даун. Оснащение для настольного тенниса впервые появилось в Казахстане. Его привезли из Башкирии. Принцип игры такой же, как в обычном настольном теннисе, только шарик здесь начинен стальной дробью. Другими словами, незрячие играют на слух. У стола высокие бортики и сам он поделен на зоны высокой перегородкой. Медики утверждают, занятия настольным теннисом у людей с остаточным зрением укрепляют слабые мышцы глаз, подтягивают осанку, помогают лучше ориентироваться в пространстве. Помимо этого, игра развивает реакцию, скорость мышления и координацию движений. У тотальных слепых спортсменов развивается слух, который является основным помощником в игре. Вместе с транспортировкой стол обошелся бюджету в 300 тысяч тенге. А вот шарика пришлось заказать в Дании, пока их производят только там. К слову, в области насчитывается более 800 инвалидов по зрению. Многие из них стремятся научиться играть в теннис. Для них в скором времени установят еще несколько таких столов. Все это делается для вовлечения в спорт людей с особыми потребностями. А летом Ак-Тубе впервые будет принимать участников чемпионата по паралимпийским видам спорта. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи на канале Хабар24. Следите за всеми новостями и хорошего вам дня.